Какие основные точки роста видит правительство Беларуси в будущем году и на каком фундаменте будет строиться национальная экономика? Александр Лукашенко сегодня принял с докладом экономический блок страны. В августе глава государства практически полностью сменил правительство, но многие ключевые посты сейчас в руках специалистов, которые так или иначе были связаны с финансами. Тенденции беларусской экономики, противостояние внешним вызовам и создание комфортных условий для привлечения инвестиций. Ситуация в мире складывается непростая на фоне торговых войн и кризиса ВТО. Немало волнений и на международной политической арене. Отсюда и главное требование президента максимально учитывать эти факторы. На совещании присутствовали и губернаторы. Важно, чтобы все идеи нашли развитие в регионах. Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз. И Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых. Отставать нам неприемлемо. Нам тогда не решить ни экономические, ни социальные задачи без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. Но рассматривать прогнозные документы нужно еще шею. Наше благополучие зависит в том числе от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало. Налицо санкционный режим, геополитическая нестабильность, торговые войны – это уже новая нормальность. Оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половины мирового вала внутреннего продукта, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса. Поэтому сегодня от премьер-министра хотелось бы услышать, какие точки роста правительства видят на 2019 год. На чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не меньше 100 миллиардов долларов США? Такую амбициозную задачу мы перед собой поставили в перспективе. Международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего, человеческий, и это главное, у нас есть. Но раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения. Прежде всего, речь идет о вопросах несбалансированности текущего счета в платежном балансе, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка. Национальная экономика в этом году демонстрирует рост практически во всех отраслях. Есть относительная ценовая стабильность. По предварительным прогнозам, инфляция до конца года не выйдет за пределы ожидаемых 5,5%. Растут и доходы населения. При возможности государство стремится финансово поддерживать также пенсионеров. Очередное повышение пенсии было в начале ноября. Обсуждали на совещании и изменения в налоговом кодексе. Глава государства потребовал не нагнетать обстановку непроработанным документом. Задача стоит сделать его понятным и обществу, и бизнесу.